Это BMW M760i 2018 года. Это название новой флагманской модели в линии елюксовых седанов BMW 7 серии. Ценник этой машины чуть больше 180 тысяч долларов, что делает ее самым дорогим BMW всех времен. Естественно, она напичкана множеством крутых особенностей и интересных фишек, и сегодня я вам их покажу. Сначала беглый обзор. BMW никогда не выпускали M7 с полной обработкой M-серии от их спортивного подразделения, как, например, M3 или M5. Я подозреваю, они решили, что она слишком большая и люксовая, чтобы стать машиной M-серии. Но в последние годы они давали значок M-серии некоторым другим моделям, как M240 и M550, например, чтобы создать как бы наполовину машину M-серии. И это именно то, что они сделали здесь с M760. Я одолжил эту M760 у BMW Девона здесь, в пригороде Филадельфии, у главного дилера BMW в штате Пенсильвания. У них огромный ассортимент новых BMW, в которые входит, например, эта машина. И да, у нее ценник в 180 тысяч долларов или 181 тысячу 75 долларов, чтобы быть точным. Как и старые верхние модели седьмой серии, у этой машины по-прежнему V12. Это 6,6-литровый битурбированный V12 с 601 лошадиной силой и 800 ньютон-метрами крутящего момента. А еще, как и в предыдущих верхних моделях седьмой серии, в ней много и всего остального. Поэтому сегодня я покажу вам M760 и покажу вам все ее крутые особенности и интересные фишки, а их много. А потом я сяду за руль и узнаю, как она едет, и затем я оценю ее по шкале Дага. И если вы планируете покупку семерки BMW, то заходите на автору по ссылке снизу, там есть много вариантов. У этой машины множество действительно крутых особенностей и фишек, но, безусловно, самая крутая связана с ключом. Но сперва взгляните на размер этого ключа, он немногим меньше телефона. И причина тому, на ключе от этой машины есть экран. Я серьезно. И если вы просмотрите пункты на экране, то увидите пару разных вещей. Например, вы можете увидеть, заперта ли машина, и вы сможете увидеть, не оставили ли вы включенным свет. Он также сообщит вам о необходимости замены масла. Также он сообщит вам, на какой пробег вам хватит бензина в бензобаке. Это действительно отличная идея, потому что, вероятно, вы не захотите заводить машину, чтобы посмотреть, остался ли у вас бензин. Вы просто посмотрите на своем ключе, и он покажет вам пробег. Ключ также позволяет вам установить таймер на предкондиционирование салона. Фактически, вы выбираете время, используя ключ от вашей машины, и он начинает вентиляцию в салоне. До того, как вы сядете в машину, например, чтобы поехать на работу с утра. Но ничего из этого не является самой безумной вещью в ключе. Самая безумная вещь будет дальше. Взгляните на ключ, и вы увидите знакомые кнопки. Отпирание дверей, это логотип BMW, открытие багажника. А потом тут есть кнопка, подписанная P. Так что же делает кнопка P? Ну, это, пожалуй, самая безумная функция в автоиндустрии на данный момент. Если вы зажимаете P, она дает вам возможность завести двигатель. И затем вы нажимаете запуск двигателя, и теперь машина завелась. Вы можете это слышать. Ладно, то есть вы можете завести двигатель с ключа, но это ничего не значит. Многие машины могут так делать. Но немногие машины могут сделать так. Вы затем нажимаете на появившиеся небольшие стрелки, и смотрите. Машина едет сама. Внутри никого нет. Она катит себя вперед с парковочного места, на котором она только что стояла. Зацените. Хотите ее остановить, и чтобы она поехала в другом направлении? Машина закатывает себя обратно. Вот это точно очень круто. Сейчас вы думаете, это же глупо. Кому может понадобиться так делать? Ну, в теории, если вы живете в каком-нибудь тесном здании в Нью-Йорке, или Гонконге, или в Сингапуре, и вы не хотите мучиться, пытаясь протиснуться сбоку своей машины каждое утро, когда в нее садитесь, вы просто заводите ее с ключа, и потом вы используете ключ, чтобы фактически выгулить свою машину, как вы выгуливаете своего питомца. Используя эту систему парковки в ключе, вы не сможете поворачивать колеса, вы сможете только выкатывать машину из тесных парковочных мест, чтобы в нее сесть. Нельзя получить все сразу, хотя вы можете получить многое. Другая интересная вещь, когда вы садитесь внутрь, называется управление жестами. Вы устали пользоваться кнопками? Разве вы не устали нажимать на всякие штуки? Ну, в этой машине вам не придется нажимать на все. Вы едете по дороге, хотите добавить громкости, вы делаете так, и громкость увеличивается. увеличивается. Можете видеть, как это происходит. Вы едете по дороге, у вас входящий звонок, и вы не хотите на него отвечать. Просто сделайте так, и он сбрасывается. В машине есть сенсоры, направленные в эту область, вот здесь. И они могут распознавать ваши жесты, и затем она на них реагирует. Но, очевидно, вы не можете их использовать для всего, они ограничены всего несколькими функциями. Есть даже один настраиваемый жест. Вы тыкните двумя пальцами в сторону мультимиридной системы, как-то вот так, и вы можете назначить на него множество разных элементов управления. Если есть что-то, чем вы пользуетесь часто, и вы не хотите это настраивать, используя обычные старомодные кнопки. Но если вы думаете, что управление жестами это круто, то взгляните на систему камер. В любой другой люксовой машине вы включаете заднюю, и вы видите камеру заднего вида. Возможно, камеру кругового обзора, это довольно круто. Но эта машина поднимает планку на новый уровень. Когда включена камера кругового обзора, вы жмете по экрану, и затем наблюдаете за углом обзора. Машина отображается снаружи, как будто камера следует за вами, и затем вы можете использовать систему управления жестами, чтобы крутить эту камеру вокруг. Вы получаете круговой обзор снаружи машины. Она так делает, склеивая разные углы обзора камер вместе с разных камер снаружи машины. И она показывает правильную, хорошую картинку того, что находится снаружи машины, включая саму машину. Прямо как в компьютерной игре, но только в реальности. Я никогда не видел ничего подобного ни в какой другой машине. Это будущее автомобильных камер. Здесь, конечно же, есть еще пара интересных вещей в камерах. Когда вы припаркованы, система камер показывает вам, куда будут открываться двери. Поэтому, если вы беспокоитесь, что ваши двери могут обо что-то удариться, то система камеры вам это покажет. Этот круговой обзор снаружи также показывает вам зеленым, желтым и красным, как близко вы к препятствию. Но, несмотря на все это, лично моя любимая функция камеры еще не названа. Это будет режим автомойки. Вы можете выбрать этот режим в мультимедийной системе, чтобы она буквально показывала, где находятся ваши передние колеса. Это на случай, если вы захотите закатить ваш М760 за 180 тысяч долларов в одну из этих автоматических моек, чтобы вы могли идеально ее выровнять с дорожкой и потом заехать в автомойку. Это самая безумная система камер, которую я видел в какой-либо машине. За следующей безумной особенностью этой машины мы перемещаемся на задние сидения. Если вы взглянете на задние сидения, то подумайте, что это совершенно обычное сидение. Правильно? Нет совсем. Вы опускаете эту штуку и появляется самый навороченный и безумный орган управления для задних сидений, что я видел в своей жизни. Мы начинаем с середины. Тут планшет внутри. И я не имею в виду просто экран. Я имею в виду прямо планшет. Нажмите и джект. И небольшой механизм поднимает планшет вперед, чтобы вы могли его достать. И когда вы его достали, сначала уезжает эта маленькая пластиковая часть механизма, которая его поднимала. Она опускается обратно на свое место. Но помимо этого, вы затем можете управлять практически всем в этой машине с этого планшета. И моя любимая функция планшета находится под иконкой защиты от солнца. И здесь вы можете управлять всеми вещами, которые должны защищать вас от солнца. Например, нажмите небольшую кнопку сбоку на окне, и она автоматически поднимает шторки от солнца. Или, например, вы можете нажать «Закрыть все». И закрываются все шторки на обеих дверях. И задняя шторка также закроется незамедлительно, чтобы дать вам наилучшую возможную защиту от солнца. А вот сумасшедшая штука в этом. Есть также и физические кнопки на самих дверях, которые это делают. Вы нажимаете небольшую кнопку на двери, и шторка закрывается. Или же вы можете просто использовать ваш планшет. Помни это, мы переходим к заднему климат-контролю. Вы можете использовать планшет, чтобы управлять климат-контролем. Вы можете изменять температуру воздуха, вы можете изменять количество воздуха, откуда он дует. Или же вы можете использовать физические кнопки на заднем сидении, чтобы сделать то же самое. Но замечаете тут тенденцию? Давайте перейдем к сидениям. Возможно, самые безумные вещи. Если хотите, то можете использовать планшет, чтобы двигать сидение. Взгляните на это. Вы заходите в раздел сидения, и потом просто тянете пальцем спинку сидения, и спинка двигается вперед. Вы двигаете пальцем по нижней части сидения, она движется вперед. Или же вы можете просто нажать на физические кнопки, которые находятся прямо рядом с низшей планшета, и они делают все то же самое. Но зачем вам нажимать физические кнопки и тянуться рукой аж вон туда, когда вы можете использовать этот планшет? Конечно же, с планшета также можно включать подогрев и вентиляцию сидений, и это не просто нагрев и охлаждение. Вы можете выбрать, какое конкретное сидение вы подогреваете или охлаждаете, насколько и где. Есть также и функция массажа, в которой вы можете запрограммировать сидения, выбрав из различных интенсивностей массажей четырех разных частей тела. Также забавны настройки памяти, которые позволяют вам даже управлять вашей любимой позицией переднего пассажирского сидения. Даже несмотря на то, что вы задний пассажир. Но эти вещи в планшете просто детские игрушки в сравнении с другими вещами, которые он может делать. Взгляните на это. Видите два экрана сзади передних сидений? Да, они тут не для того, чтобы кино смотреть. Вы можете использовать планшет, чтобы управлять картой системы навигации, которая появляется на этих экранах. Эти экраны без тачскринов. Но вы можете использовать планшет, чтобы двигать курсор и кликать по всяким вещам на этих экранах, как будто вы трогаете непосредственно их. Фактически вы можете использовать планшет, сидя в этом сидении, чтобы управлять экраном на том сидении. И наоборот. И мы еще не закончили. Как насчет программы Vitality? Программа Vitality BMW это, возможно, самая безумнейшая функция люксовых машин, которая существует. Она создана, чтобы вы упражнялись в долгих поездках и оставались расслабленным. На самом деле, читайте этот экран. Он начинается с надписи программы Vitality бодрит ваше тело. И далее там написано, что вы можете выиграть три звезды, удерживая полоску в указанной области. Это упражнение в виде игры, в которую вы можете играть со своей машиной, пока едете на заднем сидении. Как это работает? Сиденье давит на ваши мускулы, а вы должны давить обратно. Что по затумке должно помочь держать вас в форме и позволяет вам упражняться в длительных поездках. Я серьезно. Но кому нужна программа Vitality, когда вы можете управлять ароматом? Да, все верно. Ваша BMW M760 может испускать аромат. Используя ваш планшет, тут сзади вы можете выбирать, какой именно. Есть голубая суита номер один, описанная как дуновение чистых водяных жемчужин. Или золотая суита номер два, описанная как сумерки мерцающей пустыни. И когда вы выбрали аромат, машина начинает дуть этим ароматом через вентиляционные отверстия, чтобы добавить запаха вашему M760, пока вас возят на заднем сидении. И зацените, вы можете настроить даже интенсивность аромата. Хотите больше сумерек мерцающей пустыни? Отлично, прибавьте. Хотите меньше сумерек мерцающей пустыни? Нет проблем. Убавьте, и сумерки выключаются. И если вы пассажир на заднем сидении, у вас также есть возможность изменить освещение. И я говорю не только о включении и выключении светильника для чтения или потолочного. Я имею в виду, используя ваш планшет, вы можете изменять цвет подсветки во всей машине. Хотите синий с белым, синий с синим, зеленый с белым, зеленый с зеленым, сиреневый, белый, все, что захотите. Вы можете все это поменять тут сзади, и меняются все цвета подсветки салона. И еще вы можете изменять яркость. Если вы хотите полностью отключить эту подсветку, вы можете это сделать. Если хотите, чтобы они совсем немного горели, то вы тоже можете это сделать. И вы все это можете сделать со своего планшета. Также у вас есть возможность включить с вашего планшета эту амбиентную подсветку салона, которая находится внутри двери. На самой двери переключателя нет, чтобы ее включить. Вы просто включаете ее с планшета, и она меняется от приглушенной до чуть-чуть менее приглушенной. И помимо всех безумных фишек этого планшета, я уже на задних сиденьях, поэтому я с одной обсужу пару других интересных особенностей задних сидений, начиная с задних подголовников. Это не просто обычные подголовники, они очень мягкие. Но они также могут быть настроены по форме вашей головы, поэтому если вы захотите поспать, то вы можете их как бы завернуть, чтобы они подходили под вашу голову, и затем можете спать. Похоже на подголовники в самолетах. Другой крутой особенностью на задних сиденьях будет панорамная крыша Sky Lounge. Естественно, такая функция есть в этой машине. Фактически это тысяча светодиодов внутри панорамной крыши, в передней и задней секциях панорамной крыши. И когда вы едете ночью, вы открываете панорамную крышу, они загораются, чтобы создать для вас панорамный Sky Lounge, и вы можете изменять цвет этих светодиодов. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш Sky Lounge был сиреневым, вы можете так сделать. Вы посмотрите наверх и увидите сиреневые звезды на потолке вашего BMW. Далее мы перемещаемся наружу данного автомобиля, к багажнику. Багажник не особо необычный, он вместительный, естественно, потому что это большая машина. Тем не менее, в багажнике есть пара интересных фишек. Одна из них, если вы посмотрите в самое основание заднего окна, если вы очень близко туда присмотритесь, то вы видите, что это не просто пластиковый уплотнитель, а он еще покрыт такой бархоткой. Она тут для того, чтобы предотвратить стук крышки багажника, чтобы сделать машину чуточку тише. Вот такие вещи вы получаете, если потратите 180 тысяч долларов на люксовый седан. Это впечатляющее внимание к деталям. Кое-что еще, что вы получите, когда потратите такие деньги на люксовый седан. Взгляните внутрь этой сумки в багажнике, и вы обнаружите подушечки. И это не какие-то там подушечки, а на них есть небольшие застежки. Они пристегиваются к этим задним подголовникам, которые я вам показывал ранее. Вы можете их надеть и повысить комфорт вашего пребывания на задних сидениях, пока вы там сидите и меняете цвет салона в вашем планшете. Далее переходим к переду М760. Взгляните сюда поближе, и вы заметите, что решетка закрыта. Это потому, что BMW держит решетку этой машины закрытой в обычных обстоятельствах, чтобы улучшить аэродинамику и, соответственно, расход горючего. Тем не менее, если машине нужен дополнительный воздух, если она, например, стоит на холостых, или когда вы газуете, ей нужно всосать много воздуха для двигателя, то решетка может автоматически открываться, чтобы дать двигателю воздух, который ему требуется. И когда ему больше не нужен воздух, она может закрыться обратно. И далее мы переходим к шильдику там, на задней стойке. Есть всего несколько способов, которыми вы можете отличить обычную семерку от М760. Но мой любимый способ — этот шильдик. На нем скромно написано V12. А еще на нем могло быть написано «Я богаче тебя». Другой интересный шильдик снаружи машины вот здесь. И он видим только, когда открыты двери. В противном случае он спрятан на средней стойке под дверями. И на нем написано «Карбон-кор». Фактически это значит, что в кузове этой машины есть элементы из углеволокна, чтобы сделать ее немного полегче и пожестче. Естественно, никто из тех, у кого такая есть, понятия не имеет, что значит этот значок, этот карбон-кор. Им, наверное, сказал продавец в салоне BMW, что это значит. А на следующей неделе они уже забыли, тем не менее, значок там, и это тот, чем гордятся BMW. Далее переходим к боку машины. Зацените, когда вы подходите к машине ночью, она высвечивает такие дорожки света, которые выходят из низа автомобиля. Они такие летящие и классные. И говоря об этих небольших линиях, которые высвечиваются на тротуаре, когда вы подходите к своей семерке ночью, тот же самый узор из линии перенесен в салонный светильник на потолке M760, рядом с зеркалом заднего вида, чтобы придать ему как бы более люксовый внешний вид, чем у вашего обычного салонного потолочного светильника. И пара других интересных фишек в салоне, которые мне нравятся. Одна из них это климат-контроль, который выглядит как будто на нем обычные кнопки для изменения обдувы или подогрева и охлаждения сиденьями. Но на самом деле это тачскрин, и он сделан таким образом, чтобы напоминать кнопки. Нажимаете на них, и они делают именно то, что на них изображено. Но это не кнопки, а на самом деле это экран. И один из элементов на этом экране это небольшой флакон духов, прямо как в планшете сзади. Нажимаете на него, и вы сможете увеличивать или уменьшать интенсивность аромата внутри вашей M760. Возможно, более любопытно, чем это. Взгляните немного выше, и вы увидите небольшие регуляторы температуры климат-контроля, которые могут переключать центральный бентотверстие с холодного на теплый. В любой машине они были бы механическими крутилками, в которые вам надо пальцем поворачивать небольшой пластиковый рычаг. Но в этой машине они электронные, поэтому вы нажимаете сразу на желаемый уровень охлаждения или подогрева, и затем маленькая белая стрелочка загорается точно там, где вы хотите, чтобы находилась настройка охлаждения или подогрева. Переходим к приборной панели. В ней есть пара интересных вещей. Одна вещь, которая мне безусловно нравится, находится рядом с маленькой шкалой топлива, которая показывает, сколько у вас осталось топлива. Она показывает ваш пробег, она не исчезает, она не настраиваемая и неизменяемая, она всегда там, и это очень хорошая идея. Я обычно не хочу знать, сколько у меня осталось горючего, я хочу знать, как далеко я смогу уехать, и эта машина просто показывает вам его там все время. Поэтому вы всегда знаете, вдобавок к тому, что знаете, сколько у вас горючего. Другая вещь, которая мне нравится в приборной панели, это то, что когда вы крутите двигатель или повышаете обороты, то вместе с тем, как поднимается стрелка тахометра и добавляются обороты, то соответствующая цифра на шкале увеличивается в размере, когда ее достигает стрелка. Как будто она говорит вам, вы на трех тысячах, вы на четырех тысячах. И когда вы проходите мимо нее, то эта цифра как бы опять уменьшается и сидит тихо, пока она снова не понадобится. Пара других интересных фичек мультимедийной системы. Вы можете использовать мультимедийную систему, чтобы включать и выключать ваши дневные ходовые огни, и когда вы так делаете, то дневные ходовые огни на маленьком изображении M760i также включаются, чтобы отобразить, что происходит снаружи машины, что круто. Мне также нравится управление прекондиционированием, что я вам показал ранее, используя ключ. Вы также можете это настроить в мультимедийной системе, фактически вы можете установить время, через которое в машине начнет циркулировать воздух в салоне, чтобы там было приятно и свежо, когда вы придете ехать на ней на работу утром. Далее у M760, конечно же, есть лоток для беспроводной зарядки, и это неудивительно. Теперь у большинства люксовых машин есть это. Фактически вы кладете ваш телефон на небольшой лоток, и он будет заряжать вам телефон без необходимости подключать провод, и это не особо необычно. Но в этой машине круто то, что у нее есть напоминание, и если вы оставили ваш телефон в этом лотке, то она напоминает вам, перед тем, как вы уйдете, что ваш телефон был оставлен, почти как напоминание о включенных фарах или об оставленном ключе. Другая крутая фишка мультимедийной системы, вы можете попросить машину измерить уровень масла в двигателе. Зачем очень увлекательно понаблюдать, вы просите ее сделать измерение, оно как бы загружается по процентам, измеряя уровень, и в конечном счете она вам сообщает, что ваш уровень масла в порядке. Другой вещью, которая мне нравится в мультимедийной системе, будет инструкция владельца, которая очень смешная. Вы можете использовать инструкцию владельца, чтобы узнать разные вещи о своем автомобиле, но также вы можете использовать ее, чтобы посмотреть различные анимированные демонстрации, показывающие, как ваша машина делает всякие вещи. Взгляните на одну из них. Сенсоры сканируют пространство вокруг автомобиля и определяют жидкости, подходящие для объезда. Камера, расположенная рядом с салоном-зеркалом, сканирует пространство перед автомобилем. Мне нравится в этих анимированных демонстрациях, что другие автомобили, которые там участвуют, когда, например, там показывается ваша парковка или какое-нибудь предупреждение столкновения, там всегда только одни BMW, там i8 и iX5, на каждой парковке, которую встречает ваш M760i. И еще одна фишка мультимедийной системы. Эта машина дает вам возможность записывать голосовые заметки. И если вы едете и хотите сказать себе что-нибудь на потом, вы можете это сделать. Никто никогда не будет пользоваться этой функцией, никто никогда ей не пользовался, но какой-то немецкий парень из разработчиков этой машины такой, я хочу голосовые заметки, поэтому теперь они тут есть. И, наконец, одна классная фишка навигационной системы, которую я обнаружил, это то, как она показывает здания. Многие навигационные системы показывают трехмерные здания, но эта тачка идет на шаг дальше. Эта семерка, которую я сейчас водил в Сан-Диего, это знаменитый отель Дель Коронадо. И если вы посмотрите в навигационную систему в седьмой серии, то она показывает знаменитые красные крыши этого здания сверху. Это больше, чем ваша типичная 3D-картинка здания, это очень классный штришок. Многие люди этого не заметят, но когда заметят, то это будет очень приятной пасхалкой. Возвращаемся к остальному салону. Другая интересная вещь, которую я обнаружил на центральной консоли, это шильдик V12. Эта машина напоминает вам, что вы не продешевили, купив 740-ю или даже 750-ю, вы купили V12. И каждый раз, когда вы захотите этому подтверждение, просто посмотрите на вашу центральную консоль, и она вам напомнит. Еще другая интересная особенность этой машины, это мертвая педаль. Педаль, которая позволяет вашей левой ноге отдыхать слева от педали тормоза в водительском ножном колодце. Взгляните на нее, она похожа на самую продвинутую мертвую педаль, что я когда-либо видел. На ней не только присутствуют логотип М-серии, который никогда никто не заметит, но на ней также есть небольшой узор, как на дорогом кроссовке. Просто чтобы у вашей левой ноги было подобающее приятное место, пока вы ведете свое М760. Говоря о подобающем и приятном, я хочу привлечь ваше внимание к салону этой машины в целом. В нем не только все очень высокого качества, но он и сам приятный, и все приятное на ощупь. Приятно выглядит, и взгляните на эти сиденья, и эти такие маленькие белые канатики на сиденьях, все выглядит таким дорогим. Ну, конечно же, потому что оно такое и есть. Еще одна вещь, несмотря на всю эту роскошь, это все-таки как бы машина М-серии с хорошим большим двигателем, и звучит он достойно, послушайте. Итак, это были все крутые особенности и интересные фишки М760. Я предупреждал, что их будет много. А теперь время сесть за руль и водить наикрутейший БМВ. Веду М760. Она такая плавная, начинаешь ехать, едешь 60, и не слышишь никакого звука двигателя, и езда очень-очень плавная. Я только что переключил ее в спортивный режим, и сразу же вы слышите этот злой выхлоп. Хоть я веду этот люксовый БМВ, но в конечном счете, это же все-таки БМВ, и это В12. Мне нравится, что ручка поворотников опять стала нормальной в этой машине. Вы ее опускайте, и она остается внизу. Вот такими и должны быть ручки поворотников. БМВ избавились от этих дурацких старых ручек, и теперь все опять идеально. Да. Это даже любопытно, потому что это такая большая машина, но из-за того, что у нее этот гигантский двигатель, и я сейчас еду в спортивном режиме, и отзывчивость педали газа улучшилась, и из-за этого всего она кажется немного более проворной, чем вы ожидаете от полноразмерной машины, как эта. Планируешь покупку БМВ седьмой серии? Заходи на автору, там есть много выгодных предложений, ссылка есть в описании. Боже, она такая быстрая. Она также очень-очень стабильная и естественная рулежка, очень легкая, то есть она не кажется спортивной машиной, но суть ее в том, что это люксовый седан. Если переключаете спортивный режим, то вы замечаете, что рулежка станет немного более острой, но у нее все равно сохранится это ватное ощущение люксового седана. БМВ выпускает миллион других машин для людей, которые хотят такого незамутненного ощущения рулежки, которое вы можете получать от настоящего спортивного автомобиля. Она, конечно, хорошая для люксового седана, я не думаю, что она на уровне панамеры, но вау, она быстрая, быстрая, быстрая. На самом деле кажется, что вы можете играть в шашечки, исполнять и менять полосы и прочее, что удивительно, потому что она огромная, но у нее куча мощностей, и БМВ создали условия, при которых вы можете действительно наслаждаться мощностью и пользоваться ей довольно просто. Это не один из этих S-классов, в которых мощность приходит когда-то. У этой машины подача мощности почти как у спортивной машины. Ох, блин, сиденья такие удобные. А подголовник особенно удобный, как подушка. Это любопытно, потому что я только что сделал видео про Genesis G90, новый полноразмерный люксовый седан от Genesis, который является очень удачной покупкой. Стоя 70 с чем-то тысяч долларов, а эта машина вдвое дороже, но вы можете понять почему. Здесь все насыщеннее, все как бы на следующем уровне, и это очень хорошая машина, и многие люди не готовы тратить 180 тысяч долларов за люксовую машину. Но если вы готовы, то вы захотите вещи, которые соизмеримы с тратой 180 тысяч долларов, и это та самая машина. Мы как бы внутри пузыря спокойствия, отделены от мира, мне не нужно думать ни о ком там снаружи, и в их дешевых машинах. Хоть трансмиссия и довольно четкая в спортивном режиме, отзывчивость газа довольно хорошая и тому прочее, в комфортном режиме она притупляется до того, что вы вообще не чувствуете переключений передач. Я бы мог взять эту тачку в длинное путешествие через всю страну, и просто жить вот так, буквально. И если меня кто-то подрежет, то мне как бы без разницы. Итак, это был M760i, найкрутейший BMW, самый дорогой BMW в истории. Мир люксовых машин продолжает становиться более безумным и более продвинутым, и более роскошным, и это его новый король. Король за 180 тысяч долларов. А теперь время оценить его по шкале Дага. Начиная с выходной категории стайлинга, M760i в порядке, не особо потрясающая, она получает 6 из 10. Ускорение, тем не менее, потрясающее. Она разгоняется с нуля до сотни за 3,6 секунды, что делает ее быстрее BMW M4, и она получает невероятные 8 из 10, получая оценку выше, чем некоторые серьезные спортивные машины, которые я тестировал, как Audi R8 и Mercedes CLK63 Black Series. Управляемость хорошая, но рулежка немного легкая, и в конечном счете, это большая машина, и она получает 6 из 10. Фактор крутости немного выше среднего, но большинство людей не обратят на нее внимание больше, чем на обычную семерку, поэтому она получает 6 из 10. Что касается важности, верхние модели 7 серии никогда хорошо не продавались, и они не особо достойные музея, что дает ей 5 из 10. Складываем итоговая оценка по выходным категориям 31 из 50, что равняет ее с Porsche Panemera Turbo. Фактически у них одинаковые оценки по всем категориям. И продолжаем с повседневными категориями, начиная с функции. Я так делал только единожды, но учитывая фишку с парковкой, фишку с камерами, задние планшеты, программу Vitality, я не могу этого избежать, эта машина получает 10 из 10. Комфорт действительно впечатляющий, конечно, не на уровне верхнего эшелона модели Роллс-Ройса, но недалеко от него, и она получает 9 из 10. Качество чрезвычайно высокое, салон фантастический, и моим единственным опасением было бы долгосрочное владение этим большим V12, и она получает 8 из 10. Практичность хорошая, типичная для полноразмерного люксового седана, и она получает 6 из 10. Что касается стоимости, то она довольно дорогая, она быстро теряет ценность, а это значит, что она должна получить низкую оценку. Но, если вы хотите лучшие, новейшие, крутейшие, и многие люди, готовые потратить такие деньги, до машины хотят именно этого, удачи вам найти что-то более продвинутое. Поэтому она получает 6 из 10, доводя итоговую оценку по повседневным категориям до 39 из 50. Это делает ее лучшей повседневной машиной, которую я когда-либо тестировал, уступая только внедорожнику, линкольн, навигатор и минивэну, хонда, одесси, элит для повседневной езды. Складываем все вместе, оценка по шкале ДАГа 70 из 100. В этой машине действительно есть все, она быстрая, она вполне хорошо управляется, в ней больше технологий, чем вы можете представить, и в ней можно возить всю семью. Вот она в сравнении с конкурентами, она опережает по намеру Турбо на 1 очко, благодаря более высокой повседневной оценке, она более удобная, и в ней больше наворотов, хотя перепродажная стоимость по намеры будет выше, и она также опережает Роллс-Ройс в Рейс и Лексус ЛС, так как ее кузов четырехдверного седана делает ее более практичной, и она уделывает Genesis G90, это неудивительно, учитывая огромную разницу в цене. Привет, 760-е! Перевод и озвучка от студии Exosphere. Привет, 760-е! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok